Итак, делаем обзор на кофеварку VTEC 1514BK с автоматическим капучинизатором. Модель не очень дорогая, то есть порядка 6-7 тысяч, дороже брать не стоит. И единственный в этом классе с автоматическим капучинизатором. Модель обладает подогревом чашек, хорошим давлением, варит эспрессо, капучино и латте в автоматическом режиме. Включаем кофеварку. Включение происходит справа. Устанавливаем модуль капучинизатора на его место. Очень важно, чтобы молоко в капучинизаторе было холодное и жирное, для того чтобы получилась хорошая пенка. Выставляем флажочек на пеночку. Я люблю большую пенку. Много молока наливать не стоит. То есть, если вы хотите приготовить несколько порций капучино, можно налить до порции макс. Лично я хочу приготовить одну порцию. Одна порция это примерно 1 см. 1 см. Берем кофе. Кофе используем итальянское лавацио крем и льгуста, пересыпанное в баночку, чтобы не выветривалось. Удобная ложечка без каких-то дополнительных желобков. То есть, мы просто берем кофе, накладываем в емкость. Емкость здесь установлена для двойного капучино эспрессо. Я просто люблю покрепче. Обязательно утрамбовываем для того, чтобы получилось хорошенько. Сильно утрамбовывать не нужно, достаточно 1-2 раза. Ставим на место. Ставится хорошо, фиксация жесткая. То есть, те, кто сомневается в фирме Vitec, можете не сомневаться. Берем чашку. Чашка у нас как бы подогрелась. То есть, она теплая. Здесь тепло. Выставляем капучинизатор в чашечку. И смотрим на панель управления. Мы видим 2. Одна порция, двойная порция. Одна порция, двойная порция. Тоже самое с Lotte. То есть, что нам нужно с вами? Если мы нажимаем 1 раз, мы получаем одну порцию. Нажимаем 2, получаем двойную. Нажимаем 3, уже получаем либо дозированный объем кофе эспрессо, либо дозированный объем пьянки. С Lotte дозированного нет. Просто режим очистки. Мы используем режим капучино, двойной капучино. Два раза нажали. Все. Кофеварка варит кофе. Кофеварке сниж power. Все, кофе сварилось. Застаем, смотрим. Пенка. Настоящая. Ее много. Плюсы и минусы. Плюсы. Это автоматический починизатор. Однозначно ничего в этом ценовом диапазоне нету. Только есть у Vitex, поэтому и куплены. Минусы за такую цену их в принципе нет. Есть вопрос по интервалу варенья. В инструкции указано 5 минут. На самом деле это меньше, порядка 3 минут. Но нельзя поставить одновременно варить 2 чашки. И минус это все-таки нижняя часть кофеварки. То есть все эти конструкции. Они очень ненадежные и постоянно нужно мыть. Соответственно здесь предусмотрено как бы по высоте для большого стакана. Но в большом стакане получается только одна порция латте. И в латте получается очень молочная. То есть не такое как хотелось бы. Соответственно плюс этой кофеварки это эспрессо и капучино. Латте возможно, но для тех кто пил настоящее латте не будет нравиться кофе сваренное этой кофеваркой. Во всем остальном плюсы. Собрано нормально, подогрев работает. Капучинизатор действительно автоматически и действительно делает неплохую пенку. Значит скорость работы приемлемая. Она прогревается порядка минуты, может чуть меньше секунд 40. После чего практически сразу начинает выдавать кофе. То есть если утром надо быстро сварить эспрессо, без проблем включили. Поставили чашечку, она сварила. Если надо сварить капучино, то же самое. Включили, заправили молоком, сварила. Единственный минус, все-таки рекомендую после использования капучино нужно промыть капучинизатор. Потому что молоко засохнет и тогда придется его отмывать. Все. А всем остальном кофеварка хорошая, быстрая, варит вкусный кофе и при этом недорогая. То есть если сравнивать между аналогами, однозначно лучше. Если сравнивать с кофемашинами, варит кофе эспрессо на уровне базовых кофемашин. При этом обладает автоматическим капучинизатором, который появляется у нас на кофемашинах примерно за 25-30 тысяч рублей. Если вы хотите простой недорогой капучино, VTEC вам в этом поможет. Все. Всем спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...